всем привет сегодня у нас 4 апреля 2020 год мы пришли на дачу у нас продлили карантин до 20 апреля сегодня воскресенье следующие воскресенье у нас пасха сегодня вербное воскресенье вот какие у нас изменения произошли на даче мы очень редко здесь бываем потому что нельзя ходить многие общества дачные уже закрылись из-за карантина вот как раз на велокамеру на нашу арку вот самое главное у нас событие изменения это наша новая арка вот что еще у нас здесь произошло хорошего или плохого решила здесь перед забором сделать небольшую грядочку вот начала потом времени не было значит вот здесь мы начали садить цветочки какие нарциссы здесь и маг лёшин и все что мешалось не в огороде я начала высаживать сюда принципе они здесь тоже сами сами растут вот еще маг вот еще здесь цветы единственное что мне нужно полностью вот эту траву сейчас все убрать чем ей занималась все убрать траву оставить только цветы с этой стороны и с этой стороны также вот видно да что какие-то цветы разные растут но в перемешку с с травой вот здесь тоже нарциссы росли маг опять вот это вот полянка как ковер он будет белым цветом цвести я уже говорила об этом и в принципе да этой части ну я думаю что более приятнее будет иметь здесь уже полила все здесь такой цветник чем пример как у нас нашли наших соседей да вот весь вид порт хотя она будет тоже порядок здесь вот смотрите грядочку сделал они в основном этот турецкий участок они в основном здесь садят бобовые бобы что еще там этот горох и паприки они очень много садят перца поэтому они так сильно больше ничего не садят в принципе и мы то тоже не садим но мы я имею ввиду нас так то у нас здесь русскоговорящие у них вот парнички для огурцов и помидор вот некоторые даже картошку русские садят представляете ну ладно это не для нас нам даже этим некогда заниматься по большому счету вот что она здесь ну здесь как всегда вот мы протянули клематис здесь здесь как всегда ничего изменений никаких нету все подрастает вот все подрастает единственное что произошло у меня тут небольшое горе нос декоративный киви нам сломали я сначала была в шоке не знала кто это потом нашла здесь был клок волос от кота я его вычислила это точно был кот потом почему как вычислила расскажу покажу короче моей киви пришла хана если он оклемается это будет хорошо если нет это будет плохо вот значит здесь у нас что вот эти вот лилии я уже точно вспомнила что это лилии вот они вот набирают сил растут вот видите да синеньким оклемались они потихонечку потихонечку будут все зарастать это годы конечно может быть 2-3 года нужно будет ждать чтобы чтобы они полностью здесь все за завели вот потом навели немножко порядок вот все пожгли вот здесь еще одно главное событие которое у нас произошло здесь у нас порядок мы постелили почти после того как мы пробили сейчас муж опять проверял уровень воды нашем колодце пробили колодец и постелили пол ну видите не до конца будем завтра продолжать вот дырочки будем заливать бетоном здесь потому что камней не хватает немножко здесь немножко прибрались но все пришлось убрать в туалет вот идем дальше так как у нас камни начали уходить кстати наш чеснок камни начали уходить у нас появилась площадка вот кстати по на этой площадке как раз будет стоять детский бассейн но не детский у нас большой три с половиной на два с половиной по моему что такое короче потом увидим вот а здесь в принципе все как всегда все как всегда да ничего нового щавель смородина крыжовник малина все вот в принципе такое вот такие изменения а по поводу кота вот хотела помыть оставил следы вот здесь вот видимо перепрыгивал я тут еще посмотрела тут он что-то поковырялся по делу не знаю правда что не могу сказать но ничего такого никаких удобрений не оставил посмотрела нету единственное что просто может походил может мышей ловил скорее всего и вот оставил оставил следы или сюда запрыгивал или туда к соседям короче я его вычислила почему я точно знаю может скажете забор грязный был нет я последний раз когда поливал я стараюсь все смывать чтобы капли не не оставались грязные я стараюсь весь забор смывать когда поливаешь поэтому я знаю точно что он здесь походил у меня тут было чисто вот в принципе все единственное что я еще поняла вот эти вот цветы они розовым цветут я сейчас покажу цветы уже они оказывается у меня росли тут лёшка там колдует я их посадила вот все вот эти вот на заборе сухие клубы оказаться у меня те были цветы но так как они не взошли я так понимаю что мне придется все пересаживать потому что все засохло а цветут они вот таким цветом это хорошо что у меня остались эти цветочки мне они нравятся они сильно расползаются такие розовенькие так бы это выглядело сейчас на заборе но к сожалению все засухло и дать им мало было земли или сильно рано или поздно пересадила не знаю сейчас пересаживать тоже не буду я дождусь когда там отцветет так ломбочка и потом буду пересаживать дети на трамплине короче у нас еще мусора полно вот поэтому будем работать дальше как праздники закончатся а еще что обнаружила у меня были здесь чеснок просто он в том году здесь у меня рос я его садила здесь и вот здесь и видимо плохо выкопали до конца выкопали он теперь у нас самостоятельно вырос я его здесь не садила точно знаю посадила я его только здесь осенью вылез там но я очень рада лишним не будет поэтому вот такие у нас дела на данный момент муки тогда всем пока всех с наступающим праздником с пасхой всем благ мира любви и добра все всем пока